И всем привет, ребят! Комиссер Банкер, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини-игре. Сегодня мы вместе с вами сделаем очередные шаги в ней. Но для начала мы отправимся в матчмейкинг, выполним ежедневные заданки, дабы плюсануть, можно так сказать, даже два хода. Да, у нас будет 60 конфет и 6 островов отделяет меня от молота на пульсар. Я, честно, не особо сильно горел желанием экспериментировать и проверять свою удачу настолько жестко, потому что 6 ходов и 6 островов, вероятность того, что я пройду, ну, будем честны, невелика. Но мы рискнем, попробуем и за такую небольшую количество конфет, энергии, попробуем пройти на следующий чекпоинт. Ну, а если вдруг не получится, ну, значит, я пойду плакать и скажу, что нас люто заскамили и буду копить уже большое количество энергии, дабы дойти до этого четвертого чекпоинта. Потому что что-то мне подсказывает, если сейчас меня начнет откидывать назад и за сегодняшний видеоролик я не дойду до четвертого чекпоинта, то шансов дойти до викинга у меня уже не будет абсолютно никаких. Поэтому сегодня у нас, возможно, очень сильно решающий видеоролик по мини-игре. Если вам нравятся подобного рода видосы, связанные с мини-игрой, когда мы ходим, когда мы тут нереально жестко откидываемся назад, то обязательно поддерживайте данный видос лайком. Ну, и если не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь. Что у нас по заданочкам сегодня? Я даже, если честно, не смотрел. Что же нам надо выполнить, чтобы полететь в мини-игре? Завершить бой два раза, это точно нам не подходит. Вот одного джиггернаута убить, это я еще думаю, что можно. Меняем на использовать овердрайвы. Отлично. Ну и чем же мы будем сливать джиггернаута? У меня одет викинга молот. Вот, я вот думаю, что было бы неплохо одеть, 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 одеть. Что же мы можем одеть интересное? Ну, давайте, ладно, давайте запикаемся в бой на этом вооружении. Если вдруг что-то пойдет не по плану, то тогда мы вместе с вами переоденемся. Только под джиггернаута я одену сразу другие резисты. Скорпион, гаусс и шафт. Я думаю, что эти резисты будут поактуальней. Ну и пикаем как раз-таки джиггера. Также надо успеть прожать за одну матчмейкинговую катку 3 овердрайва и подобрать одну ядерную энергию с центра. Надеюсь, что это все реально будет сейчас выполнить. Даже не то, что за одну матчмейкинговую катку, а даже побыстрее. Если вдруг сразу же получится быстро уничтожить джиггера, то можно будет попробовать переодеть корпус на какой-нибудь Крусейдер, например. И попробовать эти овердрайвы уже быстро реализовать и поражать. Самое главное, это, конечно, сейчас подобрать центральную оверку. И уже с этой центральной оверки втушить вражеского джиггернаута. В теории это все реально сделать. Ой-ой-ой, конечно реально сделать. Особенно, когда меня закидывает к таким званиям. Уж с такими званиями, если я выполнять заданки такие не буду, то значит можно уже потихонечку удалять нашу игру. Так, ожидаем овердрайв. Я думаю, что влетать в вражеского джиггернаута в теории, конечно, мы можем, но... Мне надо оверка, мне надо оверка, поэтому мы стоим ждем. Аккуратненько под стеночкой. Особо не вылазим. Проверяем, как там овердрайв наш поживает. Джиггернаут уже стоит под стенкой. Под моей. В принципе, у него там уже не такое большое количество хп, потому что ему залетела фулл сводка. Так, и под меня уже начинают выкатывать здесь опасные бойцы. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что в этом не произошло. Так, скорпиона сводочка непонятно куда-то там залетела. А, так это еще небольшое звание. Там со скорпионом накидывало. Так, получается, там не такой уж большой урон и залетел. Так, ну ждем овердрайв. Ждем овердрайв. Ждем овердрайв. Ждем овердрайв. Где же мой овердрайв? Который мне так сильно необходим. Под оверкой я думаю, что слить как раз таки вражеского джаггера уже будет не сложно. Реально будет все это дело реализовать. Главное, как говорится, овердрайв не провтыкать. Потому что если мы его провтыкаем, то потом уже придется ждать его еще дольше. Целых две минуты нет овердрайва. Офигеть. Что-то как-то очень... Опачки! Начинает. Начинает что-то лететь грязное. Аккуратненько, не спеша, прожимая аптечечку, наверняка забираем овердрайв. Шикарно! Так, ну и теперь осталось дело за малым. Осталось запушить вражеского джаггернаута и попробовать ему откуда-то втушить эту овердрайвину. В теории, конечно, на молоте это будет сделать тяжелее, чем, например, на каком-нибудь... Ну ладно, он не смотрит. Тогда, в принципе, пофиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Великолепно! Так, джаггернаута я выполнил. Овердрайв есть. Все в этом плане я сделал. Соответственно, мне осталось только прожать две оверки. Две оверки прожимаем, все заданки готовы. И мы благополучно идем ходить в нашей мини-игре. Резистов от молота в этой катке практически нету. Соответственно, я могу, наверное, на нем и оставаться. Надеюсь, что я успею еще две оверки здесь прожать даже на викинге. Ну и давайте попробуем по киллам чуть-чуть поработать. Чуть-чуть поработать, чуть-чуть поработать. Сводочка в меня хорошая, да, грамотная летит со Скорпиона в упор. Как раз у него 8 ракет. Он, ну, 100% закидывает эти выстрелы по мне. Шикарно у него, конечно же, залетает. Можно вражеского джаггернаута еще одного слить. Благо... А, нет, благо не это. Не ваншотает. Не ваншотает. Я думал, ваншотнет. Так, ладно, летим по риску. Здесь можно просто закидочку какую-то продемонстрировать. Так, под трубчик. Аккуратненько становимся. Отличненько. Оп, овердрайв появляется. О, ему овердрайв не надо, я понял. Я понял, понял, понял. Он на своей волне, короче, играет. У него своя игра. Свой шпилинг. Да, вот в такие каточки в матчмейкинге бывает. Запикивает. Тут лица грязные, аппетитные, сочные. Очень хорошо, конечно, когда есть возможность быстро все выполнить. Так, мне бы вообще бы, пари, рури, пари, рури. Мне бы еще бы овердрайв быстро забрать, не забирая, вернее, прожать свой. И потом еще один забрать с центра. Было бы вообще великолепно. У меня за 2 минуты оверка накапливается. Это вообще шикарно. Так, надо вот это противничков тут еще чуть-чуть потушить. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет. Хорошо, хорошо. 95. Сейчас овердрайв по центру полетит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, меня сливают. Сейчас оверка уже должна падать. Раз, два, три, овердрайв Упади, так был, а не, а может Он уже был, а может он уже был Если честно, наверное он может быть уже был Ладно, ничего страшного Даже если он был, у меня-то уже овердрайв Появляется свой, отличный выстрел Хорошо, контролинг Контролинг, контролинг, так Влетаем, ну что ты будешь делать, молодой человек Давай-давай, быстро что-то делай, двигайся Оп-оп-оп, хорошо Есть тушеночка Наш тоже добавляет еще овердрайвену сверху Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Еще хоть одного К сожалению не успел Так, пробуем еще чуть-чуть покидать Так, два овердрайва есть, остался еще один овер И наверное Надо уже стараться на досрочечку Эту каточку тушить Нам желательно было бы ее, опачки Вот овердрайв, нам было бы Желательно эту каточку досрочно завершать Ну, чтобы не ливать, чтобы Как бы прибыль еще тут какую-то подснять Дополнительную, ой-ой-ой, хорошо Отлично Кто сбил шифту, тот красавчик Так, ну и теперь осталось только чуть-чуть-чуть-чуть Тушить А, у меня тут вопрос Задавали, что у меня за устройство Адаптивная перезарядка Так Ответил ему Так Тише-тише, джаггернал Тише-тише, не надо такие уроны давать Не надо, пожалуйста Так, мы влетаем Ой-ой-ой, нифига себе мы влетаем, если честно Так, а что я могу взять такого Интересного на дальность, чтобы, знаете, по-быстрому По-быстрому джаггернаутов добить Потому что, иначе это как-то выглядит, что мы тут еще долго будем катать Давайте я попробую здесь Скорпиона Мне кажется, что на нем можно было бы здесь не кисло втушить По-быстрому джаггернаута С расстояния При том, что резов от Скорпиона, грубо говоря, у противника нет На молоте просто довольно тяжело доехать до противничка Поэтому давайте попробуем Такую схемочку возьмем Попробуем Ей уже реализовать При том, что многие говорят, что Скорпион занерфили очень сильно И он сейчас не актуален На нем, типа, тяжело играть, реализовывать его Я, в принципе, с этим Не согласен Абсолютно не согласен Только вот меня сейчас Громчик неплохо так уничтожил Так, давайте ему сводочку дадим Чтобы ему, как говорится Не казалось, что он тут жесткий нагибатор Так, ну и овердрайв падает по центрику Блин, даже вот в такой катке, да, казалось бы Ну все, изи, каточка, ну там легкая, да Мы должны быстро джаггернаутов вражеских сливать И никто из нашей команды не едет не убивать вражеского джаггернаута Ну что это такое вообще? Ну как это работает? Так, овердрайв на этого не хочу жать Он и так должен умирать Так, ну и теперь уже Можно попробовать следующего джаггера По-быстрому уничтожить Рой, как по мне, до сих пор Все так же крут, хорош И нагибает Не знаю, почему Многим он не нравится Не заходит, мне Офигеть! Он очень сильно нравится Но то, что Гром мне залепит Пичку со своего вакуумного снаряда Этого я не ожидал Этого я никак не мог ожидать Так, ладно Ладно, летим просто К джаггернауту, которого не так много хп Даже ему сводочку тушить не будем Оставим эту сводочку на вот этого джаггернаута Только от этого уже откатиться надо Откатиться, откатиться, откатиться Так, сводочка полетела какая-то Оп, нормально Пойдет, пойдет Пятерочка Пятерочка залетела Ну и осталось пять джаггернаутов Пять джаггернаутов Я думал, что будет досрочка, честно говоря У нас в этом бою Ну, как вы видите Досрочкой тут даже, если честно И не пахнет Даже и не пахнет досрочкой К сожалению Глубочайшему Почему не пахнет досрочкой? То есть, очень просто Наша команда стоит у себя на респе А как можно с командой Которая стоит у себя на респе Делать досрочку в таком режиме? Не знаю Может, как-то и можно Но у меня не получается, к сожалению Так, неплохие тычки залетели, если честно Еще бы что-нибудь добавить бы Контентовое бы по джаггернауту вражескому И можно было бы Уже бы и втушить шестого Можно было бы и шестого втушить Так, здесь молоты какие-то агрессивные На подпушинг дают Так, но мы делаем вид, что мы их не видим А он едет за мной, офигеть Так вот, я делаю вид, что я его не вижу Он за мной едет Так, сводочка полетела Но джаггернаут прожимает свой овердрайв Овердрайв И получается, что У нас шансов на его слитие уже не так много остается Так, ну ладно 80% овердрайва сейчас буду Соответственно, под овердрайвом мы уже попробуем его точно уничтожить Ну, либо сейчас Попробуем еще так Его слить Может и так что-то получится Блин, ну как-то Как-то приемочка, знаете, такая неприятная Срабатывает Так, мне надо резист взять От От грома Что-то гром меня очень сильно прессует Так, я видел, там еще молот был Да, вот так вот мы возьмем Паркиончикс, молот Громчикс Возьмем такой резист Ой, а там шапты-то тоже были? Ну ладно, пофиг Пофиг на тех шаптов Блин, мне сейчас джаггернаута дадут Нет, я на паузу Мне не дадут джаггернаута Найс Пусть рискуется сам чел На своем джаггернауте У меня этот джаггернаут Не сдался вообще от слова совсем Нифига себе у нас Тут Типочки респят Наших джаггернаутов Жестко-жестко Так, ну все, я резист взял Теперь он меня точно не уничтожит Так, осталось только джаггера вражеского слить Осталось Вражеского джаггера слить Блин, чуть минус не упал Е-мое Е-мое Ну это же вообще габалочка Это же вообще габалочка Не, бесшансовая Бесшансовая К сожалению Бесшансовая Также, ребяточки У меня какая-то проблема С нашим клиентом Игры В нем ухудшилось Почему-то качество картинки Хотя у меня стоят максимальные настройки И я не понял, честно говоря С чем это связано И почему это произошло Но у меня картинка максимально печальная И с такой картинкой Я не могу играть теперь через клиент Уже получается второй день Я играю через браузерную версию игры А что случилось с клиентом Я не знаю Но у меня через него Теперь не работает Все так Как работало раньше И мне это очень сильно Конечно же Не нравится Но ничего поделать К сожалению Я с этим не могу Соответственно Я просто-напросто Играю Через браузерную версию игры Так, а еще Я вижу, что Я никак не могу Добраться до вражеского Джиггернаута Чтобы вжать ему Овердрайв Чтобы его Постараться Уничтожить Соответственно У нас Ой, хорошо Шикарно Вот это он, конечно Много на себя взял Не ожидал, что Критовик может Такой грамотный Залететь Даже без прожатия Своего Овердрайва Мне удалось Его Уничтожить Это очень Хорошо Так, ладно Теперь летим Летим Сливать еще Одного Джиггернаута Может быть Сейчас получится Как раз таки На врывчике Что-то Грязное Бэмса Нуть Бэмса Нуть Отлично Удается Отлично Удается Ну и После седьмого Джиггера Я думаю Что победа Уже точно У нас в кармане У нас тут Какие-то тиммейты Сидят на стенках Какие-то сводки Издалека Пытаются накидывать Не знаю Что они делают Но главное Что мы эту катку Выиграли Хоть я и думал Что она будет Быстрая Досрочная Удастся быстро Тут все Закончить Выиграть Но к сожалению Как вы видите Ничего так быстро Не произошло Как хотелось бы Но в любом случае Главное Что мы Вместе с вами Все задания Выполнили И теперь У нас уже Есть возможность На Грязную Тушеночку Так Напишем Что джиггернаут Ноль Хотя У меня У меня Ни один Игрок Из команды Не едет Убивать Вражеского Джиггернаута Ни один Если бы Хоть один Поехал бы Игрок Который бы Ну хотя бы Я не знаю Отвлекал бы Джиггернаута Условно Как у них Противники Играют Я думаю Что уже бы У меня Были бы Большие Шансы На Досрочное Завершение Этого Замечательного Боя Так У Джиггера Ноль хп Я уже Понимаю Что он так Пикает Значит У него Ноль Успеваем Ай-яй-яй-яй, не успел, блин, но у него было 0 хп Может быть, если бы я с ддшечки сунул бы То, может быть, я бы его бы и подзабрал бы, если честно Ну и, наверное, лучше все-таки было здесь брать не Скорпиона, а брать Грома Потому что, если от Грома резиста нету, то Гром себя, я думаю, что на сегодняшний день Получше бы показал бы в рамках этого боя Потому что была бы возможность как раз-таки дамажить вражеского Джаггера сплэшом То есть сплэшом бы тут в моменте очень вкусно залетало И по саму Джаггернауту, и в принципе по противничку Можно было бы тут сплэшиком не кисло накидывать А Скорпионом как раз-таки у меня сплэш урона нету Но он как бы есть в самом-самом упоре Но мы особого внимания это дело не берем Потому что он крайне-крайне-крайне близко только работает этот сплэш урон Соответственно, грубо говоря, у вас этого сплэш урона нету Поэтому как-то так Ну ладно, главное, что мы все заданки выполнили Ну и пойдем ходить Ой, надеемся на лучшее, конечно Но что-то мне подсказывает, что меня сейчас заскамят Сейчас меня заскамят просто Все заданки остальные у меня уже выполнены Соответственно, ниоткуда больше я конфеты достать не могу Хоть бы я и сильно бы хотел бы их откуда-то получить Но такой возможности нету от слова совсем никакой Поэтому пробуем, смотрим Обновляем Добавляем 60-ку ровно на 6 ходов Это с тем учетом, что я еще 10 конфет за выходные не сам благополучно поймал Ну и надеемся на чудо, которое вдруг сейчас произойдет Летим Плюс 1 Ну все, короче Ну все, короче Ну все, короче Короче, все Я понял Я понял Я вас понял Я вас понял Габелла Мы продвинулись на 1 остров 1 остров плюс, минус 5 И по плюс одному Аператно на то же самое место 94 хода Просто 94 Я видел за такое количество ходов Игроки Уже Практически забирали викинга За такое количество ходов Практически забирали викинга А я Еще даже не дошел до пульсара молота Но Тут, как говорится Либо тебе везет Либо тебя везут Если в прошлой мини-игре Мне нереально жестко везло И все говорили о том Как тебе так везет То В этой мини-игре Вся удача от меня ушла И вы сами видите Какое большое количество ходов Я уже сделал И до сих пор Даже не дошел до четвертого чекпоинта Ну все Теперь уже наверняка Я буду копить Ну какую сотку А может быть даже до конца ивента Эту энергию Ну либо же посмотрим Может на выходных будет возможность Половить эти конфеты И тогда сделаем еще Побыстрее ходы Но вот так вот все печально у нас Пишите что вы думаете По этому поводу Где вы находитесь В этой замечательной мини-игре Сколько ходов сделали До куда дошли Напишите Будет очень интересно Все это дело конечно же Почитать Также не забывайте поддерживать Обязательно данный видос лайком Чтобы я супер сильно Не дезморалился И чтобы я понимал Что вы хотите еще увидеть Видосы по этой Замечательной мини-игре Игры Но Вот так вот меня скамит Вот так вот Просто Жестко Скамит Мамонта Это замечательная мини-игра Также не забывайте Подписываться на канал Нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать новые видеоролики Ну и не забывать Про тег создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте Кемо личный тег Это тег ТМП Устанавливайте его Поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов На 20 тысяч танкоинов Уже с сегодняшнего дня Стартовал новый розыгрыш По тегу Поэтому обязательно Принимайте участие И Выигрывайте ценные призы У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Всем пока